Добрый вечер, в эфире Наши новости. В студии для вас работает Тарас Брезицкий. В сегодняшнем выпуске вы увидите. В совмине ищут ответственных за остановку движения в Симферополе в минувшие выходные. Теперь ни одну из улиц не перекроют без дополнительного согласования на республиканском уровне. Сотни мне отзвонилось, в том плане, что просто невозможно в данном случае. Программа доступной городской среды и система помощи инвалидам в Крыму активно развивается. Республиканский бюджет предусматривает на эти цели серьезные средства. И получили едновременную финансовую помощь на открытии собственного дела в размере 98 тысяч рублей. Руководитель ФСБ России по республике Крым Виктор Палагин представил нового начальника пограничного управления. Им стал контр-адмирал Сергей Станкевич. 55-летний офицер имеет богатый опыт работы в различных структурах ФСБ. В течение пяти лет до последнего назначения он занимал должность начальника пограничного управления в Брянской области. Теперь ему предстоит работа в Крыму на той же должности. За время службы Сергей Станкевич успел получить множество наград за свою профессиональную деятельность. Например, за отличие в охране государственной границы и многие другие. Минкурортов должно учесть все ошибки нынешнего сезона. При подготовке к следующему в рамках заседания Совмин Республики отчет об успехах этого лета предоставил министр Вадим Волченко. Есть о чем подумать и ответственных за субботний коллапс в столице связаны с проведением эстафеты огня. Теперь ни одно перекрытие ключевых транспортных артерий Симферополя не произойдет без согласования республиканской власти. Коснулись на заседании еще одной из резонансных крымских тем. Работы завода «Титан» в Армянске. Все подробности прямо сейчас. К этому дню, по информации Минкурортов, Крым посетило 6 миллионов 164 тысячи туристов. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бюджет республики также пополнился суммами значительно выше предыдущих. Казна благодаря туристам прибавила миллиард 170 миллионов рублей. Главная причина прорыва – инфраструктура, открытие моста на материк и нового терминала аэропорта. Единственная проблема в последней связи – дороговизна билетов. В высокий сезон в республику осуществляют рейсы 12 авиакомпаний по 47 направлениям. Однако стоимость авиаперелетов, которая высока в принципе для России, остается одной из основных проблем. Хотя в этом году все-таки ситуацию удалось немного улучшить. Однако мы будем продолжать работать. Это вопрос федерального уровня. Неэффективное использование пляжей, незаконная организация туристических услуг, загрязненность курортных зон – вот перечень основных проблем, выявленных в Совмине. Глава Крыма порекомендовал Минкурортов внимательнее отнестись к следующему лету с учетом всех недостатков нынешнего. В Минфине же торопят все муниципалитеты и министерства с предоставлением финансовой отчетности, к примеру, об осуществлении межбюджетных трансфертов. Иначе могут последовать жесткие санкции. Если эти документы не будут представлены в срок, то есть завтра, тех, кого я назвала, то в соответствии со статьей 15.15.6 Кодекса об административных правонарушениях существует административная ответственность за нарушение порядка предоставления бюджетной отчетности. Особенный резонанс по-прежнему вызывает проблема трафика в столице. В минувшие выходные в Симферополе перекрыли ряд улиц для проведения спортивного пробега эстафеты огня. В результате город фактически замер от образовавшихся пробок. Пробки колоссальные. Когда перекрывают город, кто-то думает о том, как люди будут двигаться. Но я просто понимаю, что вопрос не к вам. Поскольку вы у нас профессиональный дорожник, я просто прошу вас оказать методическую помощь. Потому что еще раз вот таким образом перекроют город Симферополь, когда в субботу все стоят, то есть вообще ни одно направление не двигается, вообще просто все стоит. Я, коллеги, приму очень жесткие меры. В ГИБДД отмечают просчеты отсутствия системного анализа в вопросе ограничения движения, а также отсутствия информации об изменении движения общественного транспорта. Проведенным анализом установлены существенные просчеты в организации дорожного движения на период введения временных ограничений. Во-первых, при планировании маршрута проведения эстафеты не были учтены предложения госавтоинспекции о необходимости исключения из маршрута улицы Киевской, магистральной улицы общегородского значения, интенсивность движения транспорта по которой достигает 3000 автомобилей в час. Также в Минспорта не учли ремонтные работы, что создало дополнительную нагрузку на открытые улицы в центре. Зато теперь ни одно подобное решение не будет принято в обход республиканской власти, заявил Сергей Аксенов. Мне тысячи людей, тысячи я утрирую, понятно, но до сотни мне отзвонилось, то есть как бы в том плане, что просто невозможно в данном случае. То есть абсолютно глупые решения были в части перекрытия согласия на улицы Киевской и всего остального. Впредь таких вообще не допускать подобных ситуаций. Коснулись на заседании темы работы титанового завода в Армянске. Согласно позиции руководства республики, предприятие должно заработать как можно быстрее, но только в том случае, когда свой вердикт вынесет Роспотребнадзор, Минэкологий и природных ресурсов, а также Министерство чрезвычайной ситуации. Должны быть объективно оценены все степени риска для местного населения. Также Сергей Аксенов отметил, что на транспортировку детей в санаторные учреждения было экстренно выделено 76 миллионов рублей. В городе Армянске, которое до сих пор работает, в данном случае мы будем формировать те группы специалистов, в которых особо нуждаются местные жители. Село Перекоп под особым контролем, как наиболее близко к очагу возникновения данной чрезвычайной ситуации. Поэтому отдельно Минздрав будет уделять особое внимание селу Перекоп. Там очень много пожилых людей проживает, и я там сам был. Поэтому контроль это все не снимается. То есть, здоровье жителей Армянска, Перекопа, села и города Красноперекоп здесь на первом месте в этой ситуации. Также в настоящий момент решаются вопросы предоставления оплачиваемого отпуска родителям, сопровождавшим детей в санатории, в том случае, если они работают на частных предприятиях. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Оборудование особых рабочих мест, возможность открыть собственное дело за счет государства и доступная городская среда. Республика Крым активно занимается развитием инфраструктуры для инвалидов. Серьезную помощь властям в этом деле оказывают и предприниматели, которые самостоятельно, без просьб и напоминаний делают свои учреждения доступными для всех. Получение инвалидности всегда большая проблема. Это не только сложности со здоровьем, но и серьезный стресс. Такому человеку кажется, что он больше никому не нужен, что работать он больше никогда не сможет. Добраться до ближайшего магазина нереально, да и пенсии на сытный рацион не хватит. Однако этот стереотип с каждым годом уходит в прошлое, уверены чиновники. На деле все гораздо лучше, ведь государство не забывает, а напротив, заботится об инвалидах. Безусловно, если копнешь глубже, всегда хватает проблем, хватает задач. Это мы сейчас будем обсуждать на совете. Но все-таки опираться на достигнутые, это очень важно во всех наших действиях. Потому что можно без конца, без край что-то говорить и ничего не делать. То здесь мы как раз опираемся на конкретные дела. И очень здорово, что именно в этой сфере у нас все это получилось. Одним из основных достижений Республики Крым в отношении помощи инвалидам, без сомнений, можно назвать возможность трудоустройства. Государственные учреждения и частные предприятия формируют список должностей, доступных для людей с ограниченными возможностями. Для них оборудуются особые рабочие места, чтобы инвалиду было комфортно трудиться. Некоторым из них хочется открыть собственное дело. В этом вопросе также помогает государство. 18 человек среди инвалидов открыли собственное дело. Они защитили свои собственные бизнес-кланы через службу занятости и получили еднопременную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 98 тысяч рублей. Министерство уделяет внимание и юным людям с ограниченными возможностями, которые только получают образование. После окончания учебного заведения их трудоустраивают на предприятии, причем заработную плату такие инвалиды получают из бюджета. Кроме того, половину зарплаты от государства получает и старший наставник такого работника. Также развивается в Крыму и льготная политика в отношении людей с ограниченными возможностями. То есть количество этих льгот, сумма средств, которые получают, это миллиарды и миллиарды денег, в разы отличается от украинского периода, поэтому без преувеличения это вправо. Конечно, это опирается еще на то количество инфраструктуры, которое удалось сделать именно этому министерству. Под инфраструктурой имеется в виду доступность городской среды. Известная проблема не только Крыма или России, но и мира в целом. Нехватка пандусов, тактильной плитки, желтой разметки для слабовидящих и многих других элементов – серьезный недостаток. Однако республика справляется и с этим. Посильную помощь в этом направлении оказывают предприниматели, которые самостоятельно обустраивают всю необходимую инфраструктуру, делая свои учреждения доступными для каждого, независимо от возможностей. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Тройка за работу. Такую скромную оценку своей деятельности поставил столичный градоначальник Игорь Лукашев в интервью одному из средств массовой информации. Глава администрации Симферополя перешагнул годичный рубеж работы на новом посту, сменив руля, ушедшего в отставку Геннадия Бахарева. Впрочем, результаты говорят о том, что бал выставлен с учетом максимализма новой власти. Проведена работа по модернизации детских садов. В частности, открыт долгожданный 30-й в самом центре на улице Самокиша. В Симферополе запущен капитальный ремонт дорог. Продолжают трудиться и над изменением облика самого сердца города. Появившееся одноименное МБУ сумело в сжатые сроки отремонтировать дорожное покрытие точечно и обеспечить освещение там, где это необходимо. Немаловажный момент озеленения – один из приоритетных векторов работы. Так, до неузнаваемости, изменились все столичные парки, а в особенности гагаринские зоны отдыха оснастились скамейками. Во многих школах появились спортивные площадки с искусственным покрытием и трибунами, открытые для свободного посещения. Налажено и межмуниципальное сотрудничество с Южкоролой, Донецком, Омском и другими городами. В первую очередь речь идет о бизнес-контактах. В столице появились новые мемориалы и развлекательные инсталляции, например, полюбившиеся симферопольцам и гостям республики «Ешкин кот» на улице Карла Маркса. Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее. Красноперековский и его район могут стать одним городским округом после принятия ряда законопроектов. Необходимость такого решения связана с экономическими и социальными вопросами. Хорошо, что у нас в городском округе есть МУП-ЖЕО. Мы благополучно заключили соглашение, заключили договора. Саперов Центра по проведению спасательных работ особого риска, лидер МЧС России наградили за разминирование музейно-исторического комплекса «Крепость Керчь». Есть в планах продолжить эту работу в следующем году, в июне месяце. Еще две недели назад на повестке дня Общественной палаты Республики Крым поднимали вопрос об объединении Красноперековска и его района. Представители местных властей решили, что такой шаг необходим для наиболее эффективного развития обоих регионов. Это будет проще сделать в составе единого городского округа. Теперь вопрос добрался и до Совета муниципальных образований. Социально-экономическое развитие Крыма – одна из основных задач республиканских властей, как законодательных, так и исполнительных. Это касается каждого города и села, например, Красноперековска и его района. Местные депутаты после множества совещаний приняли решение, что муниципальным образованием необходимо объединиться. Однако принимать такие решения на местах нельзя, поэтому депутаты попросили поддержки Общественной палаты Крыма. Принимая решение о поддержке этой реформы, приняла решение, что эта инициатива должна быть распространена на подобные субъекты нашего Крыма. Подобные. Там, где есть город и район. И такая тенденция в Российской Федерации устойчива. В случае согласования инициативы объединения муниципальных образований районный совет будет расформирован. Часть депутатов, скорее всего, поступят на службу в городской совет. Остальные не останутся за бортом. Власти предоставят им рабочие места на других должностях. Такой внутриполитический ход позволит разгрузить бюджет, предназначенный сегодня для обеспечения райсовета. Вырученные деньги позволят приступить к решению многих местных проблем. Если взять жилищно-коммунальное хозяйство, например, вывоз того же самого мусора. Хорошо, что у нас в городском округе есть МУП-ЖЕО. Мы благополучно заключили соглашение, заключили договора. Прекрасно мусор вывозится. Да. Похоронное дело. У вас проблемы решены с похоронным делом? У нас нет. Поэтому мы решаем его через городской округ. Одна из причин подобных проблем – низкая эффективность районной экономики и самоуправления в силу раздробленности территорий. Существующую инфраструктуру было необходимо изменить. Так предполагается, что в селах и поселках больше не будет депутатского корпуса, но по Совету Крымской общественной палаты частично сохранится исполнительная власть. Однако подобную реформу можно принять только после разработки и подробного изучения соответствующих законопроектов. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. 73 года прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, однако ее эхо все еще отзывается по всем регионам постсоветского пространства. Практически во всех уголках России, Украины, Белоруссии и других стран все еще находят мины, бомбы, снаряды и другие взрывоопасные предметы. Их разминированием занимаются особые организации, например, Центр Лидер, сотрудники которого удостоились награды за работу в крепости Керчь. Более 80 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Поражающее количество взрывоопасных предметов. Еще больше оно удивляет, если учесть, что все это было найдено на территории одного комплекса – крепости Керчь. 45 с небольшим гектар местности прятали в земле количество боеприпасов, достаточное для небольшой войны. Теперь, к счастью, этого арсенала там больше нет. Все благодаря деятельности Центра по проведению спасательных работ особого риска лидер МЧС России. Подошел к концу очередной этап разминирования нашей замечательной и знаменитой Керчь-крепости. Трудно переоценить ваш труд. Работа по разминированию снарядов более чем 70-летней давности – невероятно опасный и героический труд. Все из-за того, что чем дольше взрывчатка лежит под землей, тем более она нестабильна и непредсказуема. Снаряд может взорваться не то что от неправильных действий, но даже от легких прикосновений. Тем не менее, сотрудникам лидера удалось выполнить действительно боевую задачу. За это саперам полагается достойная награда. «Наш личный состав был поощрен памятными медалями, грамотами от главного управления МЧС России по Республике Крым. В этом году работы завершены. Есть в планах продолжить эту работу в следующем году в июне месяце». Особой благодарности от главы Республики Крым Сергею Аксенову достоилось пять специалистов Центра Лидер. Они проявили высокую степень ответственности и выполнили свою работу на «Отлично». Разминирование крепости Керчь – невероятно важная задача, так как это ценнейший историко-культурный памятник. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ, Керчь. Ряд улиц и микрорайонов Симферополя на всю ночь останутся без воды. В среду вечером 10 октября и до утра следующего дня симферопольцам и жителям прилегающих к городу микрорайонов перекроют воду. Такая информация размещена на официальном сайте ГУПРК «Вода Крыма». Без воды останутся микрорайоны Старый город, Битак, Луговое, Сергеевка, Новосергеевка, а также районы улиц Матезалки, Воровского, Ленина, Белакуна, Шмидта, Зои Жильцовой, 51-й армии, Лермонтова, Куйбышева, Комсомольская, Грибоедова, Садовая, Тургенева, Фрунзе, Репина, Кичкемецкая, Киевская, проспекты Победы, прилегающих улиц и переулков. Ограничение подачи воды связано с ремонтными работами на водоводе ДУ-600. На этом у меня все. В студии для вас работал Тарас Брезицкий. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова